Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и сегодня мы поговорим про то, что биткоин дампится. О нет, биткоин падает. Что же нам делать? Давайте включим индикатор Market Shiffer, точнее его пиратскую китайскую копию, по которому я, кстати, делал обзор 2 дня назад. Если кто еще не видел, сейчас он появится у вас сверху, обязательно зацените. Ну и что мы тут видим? На 30 минутках дамп. Вот у нас желтые иксы, которые сигналят о том, что это манипуляция, и возможно мы пойдем еще ниже, но правда синий треугольник, который сигналит на то, что все-таки разворот тренда, и здесь есть дивера. Короче говоря, ну это на 30 минутках вот у нас дамп, на 5 минутках вообще там конкретный дамп. Ну давайте сделаем зумаут хотя бы на 4-х часовик. И посмотрим, и поймем, что да, во-первых, с одной стороны тут еще есть куда падать, да, если мы на 5 минутках там, скажем, вот у нас 5-минутный график на Femex, тут у нас уже вроде как отскок сейчас рисуют, отсюда мы отскочили хорошо, и здесь вроде как дальше сейчас можем пойти, то на 4-х часовике у нас вроде как только все пошло вниз. Но обратите внимание, у нас уже здесь есть зеленый кружок, ну хотя манифлоу, конечно, сдувается, да, здесь и криптофейс сейчас шортит. Не знаю, если посмотреть на дневки, то тут только начинается шортилово в целом, и конечно же мы можем упасть куда-то ниже, но так же ведь можем и не упасть, понимаете, в чем дело. Поэтому смотрите, на самом деле три варианта. Ну первый зеленый, это то, что мы все-таки улетаем наверх сложными, может быть, откатами, и улетаем дальше наверх. Второй желтый, который мне видится наиболее вероятным, что мы можем еще и ниже сходить и выше, но в целом идем тусить в боковике, и вообще до весны можем тусить в боковике, и просто всех дико этим подзапарить, всех трейдеров. Ну и третий, конечно, вариант, что это тут за дно, сами, наверное, догадались. Но опять же, дно где у нас тут может быть? Надо смотреть на дневки, или даже на недельки. Да непонятно на самом деле ничего, не буду я сейчас корчить из крутого теханалитика. В целом, может быть, все, что угодно, но напрашивается по технике, сейчас напрашивается, конечно же, еще волна вниз, может быть, даже вот такая. Я думаю, что не сильнее, куда это я нарисовал, на 14 с чем-то, на 14500. Я думаю, что вот там уже надо супер агрессивно тарить, если туда дадут, но могут и не дать. Могут сейчас еще ложно походить вот здесь, потом туда сходить, и потом только вверх. Но в целом не забывайте о том, что это все в целом вверх, потому что тренд у нас бычий, сток-то флоу, халвинг, и полетим мы куда-то очень высоко. Поэтому каждую просадку надо сейчас воспринимать как отличные скидки, и следить за риск-менеджментом таким образом, чтобы вас там не ликвидировало, а наоборот, чтобы вы смогли еще больше докупить. Допустим, можно уже сейчас по текущим начинать чуть-чуть подкупать. Упадет ниже, подкупать больше, упадет ниже, подкупать еще больше, и вот такими вот лесенками объемов потихонечку заходить, наращивать свою лонг-позицию. Я думаю, вы это и без меня понимаете, но на всякий случай сказал. Сейчас вам покажу еще интересную вещь, которую Кевин Свенсен говорит. Да, но при этом ничего критичного не случилось. Просто у нас индекс доллара у нас даже еще не отскакивает, если посмотреть. Вот он падает дальше, походу. Хотя тут по нему тоже дивера и зеленые точки. Поэтому возможно, что он все-таки отскочит, и это будет в краткосроке не очень хорошо для биткоина. Но в целом вот я вижу, что альты зеленеют. Даже можно их не открывать сейчас. Но по эфир-классику хороший отскок к биткоину был. Вот его тут практически не видно на дневках, но он есть. Вон он тоже зеленая точка. Закончили желтые иксы. И вот мы на часовике его видим. Видите, как он пошел наверх? Так что не знаю. Альты к битку все еще продолжает быть нормальной ставкой, вне зависимости от того, куда пойдет рынок к доллару. Это мое имхо. Вон какие скидки наливают шикарные. Лайток, дэш и так далее. Вот. Что еще хочу сказать? Да, хочу предостеречь вас всех. Я надеюсь, что вы, ребята, не глупые меня смотрите, но мало ли кто может только... Я смотрю много новичков сейчас, кто только-только зашел. Если вы видите вот такие вот комментарии, даже от моего имени, от нашего канала, типа напишите с моего брокера в WhatsApp и так далее, сделают вам иксов, или не дай бог вышлите мне крипты. Это не я. Как вы понимаете, это фейк. Это голимый скам. И определить это очень просто. Ну, во-первых, по содержанию поста видно, что я такого никогда вам не напишу. А во-вторых, смотрите, когда я что-нибудь пишу, и любой канал, он всегда выделен вот так вот серой рамочкой. Видите? Вот. А этот скамер, видите, он без серой рамочки и пишет какую-то херню. И если вы на него нажмете, то попадете на канал, где нет видео. Вот. Поэтому не ведитесь, не отвечайте им, ни в коем случае ничего не переводите, естественно. Потому что это голимый скамер. Вот. Это я вас предупредил. А также хочу вам напомнить, что если вы хотите торговать этой бешеной волатильностью, я рекомендую вам это делать на замечательной бирже Femex. Ссылку на нее вы найдете в описании видео или в закрепленном комментарии. Также вы получите дофигища дополнительных бонусов на депозит, если зарегистрируетесь по ней. Вот здесь все написано. Обязательно ознакомьтесь с закрепленки. Но биржа крута тем, что она даже в сравнении с Bybee, тут вот у них фишка в том, что очень-очень много монет. На споттрейдинге нулевые комиссии, если вы оплачиваете копеечную подписку, ну там на полгода или год. Можете торговать вообще без комиссии спотом. И также с плечом вы можете торговать вот кучей монет здесь. В том числе не только альткоинами и DeFi коинами, но также золотом вы можете торговать на Femex. Ну и всеми вот этими Uniswap'ами, Dot'ами, Wi-Fi'ами, компаундами, биткоин кэшами и прочими. Вот биржа очень удобная, интерфейс замечательный. Вот сейчас закончу делать это видео и обязательно поторгую немножечко биткоином или лайткоином, еще не решил чем. Теперь по поводу Ripple. Многие, я думаю, тоже ждут этот Spark, HardFork некий, который будет через 2-3 дня уже, вот 12 декабря. Как его получить? Вот есть такая вот ссылочка, CryptoRelax.org, Airdrop Ripple XRP Spark. Попробую не забыть ее вставить в описание. Тут все написано. Но в двух словах, его поддерживают уже почти все крупные биржи, в том числе и Binance, и там Poloniex, по-моему, тоже, и многие-многие. И почитайте у биржи на сайтах, чего для этого нужно. Но насчет кошельков я точно могу сказать про Exodus, что если у вас Exodus, то недостаточно просто держать на нем Ripple, нужно еще выполнить одну несложную функцию. Вот здесь написано. Щелкните на значок 3 точки в правом верхнем углу и выберите Advanced Options. Здесь Advanced Options, Register Flare Address. Нажимаете, и все. Бум! Все, Spark, Airdrop Registration готово. То же самое и в мобильной версии. Вот они показывают. Тоже там справа сверху регистр Flare Address и вот такой фейерверк. Все, если вы так сделали, то вы получите эти токены Spark на Ripple. Но в двух словах, кто не в теме, что это такое, это будет, это типа Ripple Network, хотят замутить еще Flare Network, с помощью которых, это будет типа Hard Fork Ripple, но в него туда запилят смарт-контракты, чтобы тягаться с Ethereum и с DeFi. Так что не знаю, что из этого получится, но тем не менее, вот попробовать можно. Вот, единственное, что, что слепок будет делаться 12 декабря, ваших балансов, а, насколько я понял, токены будут начисляться один к одному, но сразу вам начислят только 15% токенов, а все остальные 85, чтобы начислили, нужно еще полгода, по-моему, или около того, держать Ripple на этом кошельке. Короче, все. Я считаю, про Ripple достаточно, потому что я вообще не очень люблю Ripple. Вот, ну а так, что хочу сказать, ребят, спасибо, что добавляетесь, подписываетесь, лайкаете. На самом деле, очень рад, что наша семья растет. Не забывайте добавиться в телегу и везде-везде. Вот, а сейчас хочу с вами поделиться кусочком вчерашнего видео Кевина Свенсона, очень хорошего, толкового биткоин-аналитика. Кто понимает английский, подпишитесь на его оригинальный канал, ссылку оставлю в описании. Привет, чуваки. Хочу поговорить про биткоин в краткосроке, но также в долгосроке. Этот недельный график, это один из самых важных графиков в истории биткоина, который вообще мы видели, и он говорит нам о том, по модели Stock to Flow, что мы можем увидеть тысячи процентов в ближайший год или два. Ну, давайте сначала взглянем на дневной график. Вот у нас тут движение в боковике, и я думаю, что многие люди ждут что-то типа того наверх или что-то типа этого вниз. Но реальность в том, что мы можем просто продолжить движение в боковике. У нас здесь сжимаются линии Бойлинжера, и это означает, что биткоин может показать просто еще больше сужающегося флета. То есть мы можем сходить вниз, потом вверх, и вот так вот накапливаться в бок, перед тем, как увидим уже серьезное, большое движение. И многие, конечно, спрашивают, когда мы пробьем исторический максимум, или это будет большой дамп, к чему придет эта консолидация. И тут надо брать во внимание растущий спрос на биткоин в течение этой консолидации, потому что MicroStrategy говорят, что будут покупать еще на 400 миллионов долларов. Так что институциональная флома только-только начинается, и MicroStrategy пытается быть одними из первых. И пока мы будем видеть, что такие компании покупают биткоин, то эта консолидация гораздо более вероятно может пробиться наверх. Но одна вещь, которая может все-таки отыграть сильное движение биткоина вниз, это если мы видим хороший большой отскок по индексу доллара. Но прямо сейчас мы смотрим на недельный график индекса доллара, и мы видим, что мы здесь рисуем падающий клин, начиная с глобальной пандемии. Вот у нас был мажорный памп в марте, когда наличка вдруг стала королем, пока люди паниковали. Но потом, с тех пор, нарисовали долгосрочный падающий клин, и сейчас индекс доллара упирается в мажорную, критический уровень поддержки, уровень 91, еще с 2017-2018 годов. Это уровень 91. Этот уровень был и поддержкой, и сопротивлением, и, короче говоря, мотаю чуть-чуть. И, опять же, это недельный график, и у нас есть время, чтобы мы продолжили еще сильнее падать в этом падающем клине, перед тем, как увидеть пробой. И вот мы все-таки в какой-то момент пробьемся, и мое мнение, что это может занять еще некоторое количество недель, перед тем, как индекс доллара все-таки увидит большой пробой отсюда. И за это время, пока индекс доллара будет вот так вот падать, то у биткоина есть весь потенциал, чтобы пробиться выше, до тех пор, пока индекс доллара будет удерживать эти низкие уровни. Но вот в краткосроке, я думаю, мы увидим большего движения в боковике и во флете, потому что движение цены всегда идет против всех ожиданий. В нашем случае, это ожидание большого движения вниз или большого движения вверх. И вот, глядя на глобальную картину, мы видим здесь вполне ясно, что тренд у нас восходящий, потенциал огромный. Вот этот серый коридор, это коридор, по которому мы должны двигаться с точки зрения модели Stock to Flow. Мы точно идем по этому коридору наверх, и потенциал у нас сейчас на 1000% наверх, ссылаясь на эту модель. Вот на этом графике мы смотрим на модель Stock to Flow, также на 21-недельную среднюю скользящую голубую линию и 200-недельную среднюю скользящую желтую линию. И сейчас биткоин у нас находится точно там же, где он находился в сравнении в предыдущем цикле после халвинга. Все сходится. Мы идем, поскольку мы находимся прямо рядом с предыдущим историческим максимумом, через некоторое время после халвинга, прямо внутри коридора по Stock to Flow. Последний раз, когда биткоин был в такой позиции, вот здесь, у нас здесь была некоторая волатильность, мы видели некоторые коррекции в начале 2017 года. И после того, как мы подобрались ближе к All Time High, мы пробили его, и биткоин полетел наверх на 2000%. И сейчас мы в очень похожем сетапе. То, как эти циклы друг на другу похожи, по-моему, видно из графика. Вот у нас пик бычьего рынка, халвинг, менее чем через полгода тест и пробитие All Time High, и дальше бум, буллмаркет, снова 20 иксов, снова новый пик буллмаркета, опять медвежий рынок, халвинг и снова меньше, чем полгода, и мы рядом с All Time High готовы его пробить. Так что мы его пробьем, ребята, рано или поздно, даже если мы откатимся на 21 недельку в краткосроке и отскочим от нее. Может быть, это будет в первом квартале следующего года. В любом случае, это ничего не значит, как мне кажется, долгосроки, потому что по сток туфлоу мы увидим как минимум 1200-1300%, может даже больше иксов. И глядя на предыдущую историю биткоина, когда он поднялся буквально с пары баксов до 1200 долларов, это была стадия открытия, первооткрывателей. Дальше, когда мы поднялись с 200 долларов на 20 тысяч долларов, это то, что я называю фазой пузыря, мани, ICO, второй фаза открытия. И теперь, ребята, это финальная фаза, третья фаза, когда биткоин уже готов стать реально глобальной настоящей валютой. И это фаза институционального фома, когда биткоин улетит в космос с уровня 3500 долларов, наверх, потенциально к уровню в 300 тысяч долларов. И единственный способ, которым можно загнать биткоин с 3000 до 300 тысяч, это институционал, ребята. И мы прямо сейчас входим в эту фазу, когда институционалы, мажорная фома институционалов, загонит биткоин на такие высоты и сделает его глобальной новой валютой. Поднимут его на такие хаи, которые мы никогда раньше не видели. Так что вот к этому мы должны быть с вами готовы, ребята. Вот такая вот история. Подписывайтесь на Кевина, если он вам понравился, на английском. Также напишите комментарий, если вам он понравился, я буду стараться переводить его почаще на русском. Подписывайтесь на лайк, подписывайтесь на канал. Ну и вот, в принципе, наверное, все сказал. Не забывайте, что на бирже Bybit начинается новогодний батл, призовой фон до 25 битков. Для участия нужно всего 001 BTC. Также тут iPhone 12 разыгрываются и все такое прочее. Вот, регистрация уже идет, состязание начнется 12 декабря и продлится до 23 декабря. Ссылка в описании, все дополнительные бонусы и ништяки на этой бирже тоже в описании. Обожаю эту биржу, сам на ней торгую. И вот, смотрю, вроде отскок, кстати, начинается даже по эфиру. Так что, что, давайте, торгуйте аккуратно, много не плечуйте. С вами был ваш покорный слуга, фла-ла-ла, он же Гринджо. Это канал Crypto Commons. С вас подписки, лайки, стопы и тейки.